Друзья, всем привет! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua Меня зовут Александр. Сегодня будем смотреть интересную модель ZTE Geek V975. Это смартфон 5-дюймовый с очень интересным процессором. Процессор от компании Intel. Процессор аналогичный был у смартфона Lenovo K900. Давайте посмотрим, что там у нас в комплекте. Вот в такой вот коробке он поставляется. В комплекте особо здесь ничего интересного нет. Как всегда, у ZTE. Зарядка, USB кабель и гарнитура. Гарнитуру даже проверять не буду, потому что я такие гарнитуры не вакуумные. Я такие не люблю. Переходим непосредственно к внешнему виду смартфона. Внешне, конечно, аппарат очень достойный. Очень интересно смотрится. 5-дюймовый дисплей. Спереди у нас закаленное стекло, которое не царапается. Экран очень такой темный, в выключенном состоянии, очень качественный. Сверху у нас динамик. Логотип ZTE. Фронтальная камера. Датчик освещения и приближения. И вот здесь вот между камерой и логотипом есть LED-индикатор. Снизу у нас три сенсорных кнопки. Назад, домой, меню. Для меня эта расстановка этих сенсорных кнопок не является удобной. Я привык, что кнопка назад у меня находится здесь. С этой грани есть у нас только разъем под USB. Сверху микрофон и разъем под наушники. С этой грани у нас кнопка включения-выключения, качелька громкости и очень удобная кнопка для осуществления фото. То есть, когда нам нужно фотографировать, мы просто берем, смартфон нажимаем и он фотографирует. Снизу у нас есть еще один микрофон. В принципе, больше ничего нет. Крышки задние в этом смартфоне бывают разного цвета. У нас вот такой вот синий оттенок. Есть черные, есть, как мне кажется, красные и тому подобное. Материал изготовления, конечно же, пластик. Пластик такой интересный, глянцевый, можно так сказать. Отпечатков пальцев здесь практически не видно. Сзади у нас есть задняя камера на 8 мегапикселей, вспышка. Крышка открывается следующим образом. Здесь нет никаких защелок. Просто берется и открывается вот таким вот образом. Что мы видим под крышкой? Под крышкой мы видим одну сим-карту, один слот под сим-карту. Сим-карта большая, стандартная. Слот под microSD и аккумулятор на 2300 мАч. Крышку лучше всего закрывать вот таким вот образом. Так она наиболее плотно закрывается. Наоборот, не получается. Хочу пару слов сказать про сборку этого смартфона. В интернете читал отзывы на эту модель. Некоторые люди говорят, что сборка идеальная, все отлично. Некоторые придерживаются мнения, что смартфон немножко люфтит, немножко хрустит. Я скажу так, что я придерживаюсь ко второму мнению. Смартфон действительно немножко поскрипывает. Сама конструкция вот этой вот задней крышки, она мне не особо нравится. То есть, ну действительно, не чувствуется монолитности, скажем так, в руках. А так, по дизайну, конечно, смартфон очень классный, очень яркий. И по дизайну мне однозначно понравился. ZTE V795 – это очень интересная модель, в первую очередь по своим техническим характеристикам. Давайте посмотрим через программу Antutu. Набирает эта модель 22286 баллов. Это хороший показатель для двухъядерного, напоминаю вам, процессора. Итак, процессор, как вы видите, Intel Atom Z2580 с частотой 2 ГГц. Графический ускоритель – это PowerWare GX544MP с двоечкой. Разрешение дисплея HD, то есть 1280 на 720, 8-мегапиксельная основная камера. Памяти своей здесь 8 Гиг, 2 Гигабайта оперативной памяти. Обращаю ваше внимание сразу на то, что, несмотря на то, что у смартфона 8 Гиг своей памяти, лучше сразу же ставьте карточку накопительную, чтобы на нее записывать все игры с картами. Эта модель работает отлично. Вот частота процессора, его реальные характеристики. Экран у нас IPS, углы обзора великолепные. Напоминаю, 5 дюймов. Размер оптики фронтальной камеры 1 Мп. Количество точек касаний можно посмотреть через программку Antutu Tester. У смартфона 10 точек касания, что вы видите на своих экранах. Также хочу продемонстрировать вам те датчики, которые есть в смартфоне через Z-Device Test. Во-первых, есть GPS, Wi-Fi, Bluetooth, есть датчик освещения, датчик приближения, есть компас, есть вспышка, есть гироскоп. Вспышка довольно-таки средненького уровня. Что касается операционной системы, здесь, конечно же, Android. Android версии 4.2. Обращаю ваше внимание на то, что сразу с завода к нам приехала эта модель с английским софтом. Здесь не было русского языка. Основной минус этой модели заключается в том, что прошивка, я не могу сказать, что она идеальная. Вообще, я так понял, что вот эти вот устройства ZTE-смартфоны, они хоть и качественные, то есть по сборке, по своему качеству исполнения, по деталям мало брака. Однако, очень сырой софт у них всегда. То есть, намного хуже софт, чем у того же THL или ZOPO или того же Lenovo. Поэтому прошивку мы сделали, прошились. В принципе, русский язык есть. Однако, я замечал, как бы, некоторые баги в прошивке. Об этом немножко позже расскажу. В настройках здесь все на русском языке. Все более чем стандартно. Есть настройки экрана, звука, виджеты памяти, Wi-Fi, Bluetooth. То есть, все здесь более чем обычно. Менюшка быстрого запуска выглядит вот таким вот образом. Хочу пару слов сказать про экран в этом смартфоне. Я уже говорил, что он здесь IPS. Это действительно так. Экран действительно хорошего качества. Давайте посмотрим вот эту вот картинку. Обращаю ваше внимание, я тестирую экраны во всех моделях. Я максимально вам демонстрирую углы обзора. Об этом иногда умалчивают наши конкуренты и снимают такие пустозвонные обзоры, которые не отображают действительности. А также я обращаю очень большое внимание, когда смотришь на экран по диагонали, вот видите, что черный темный цвет, он просто начинает выцветать. Вот такая матрица в этой модели. То есть, он становится не темным, как здесь, а вот таким. А так по яркости, в принципе, по цветопередаче экран нравится. Довольно-таки насыщенный, четкий, хороший. Качество хорошее изображение. Ну и яркость тоже довольно-таки на высоком уровне. По поводу звука в смартфоне хочу сказать следующее. Я тестирую все модели, в принципе, во время игр, слушаю музыку в наушниках. Хочу сказать следующее. В этом смартфоне звук отличный. Во-первых, звук отличный, как по громкости внешнего динамика. Он вот здесь, сзади. Давайте, допустим, включим ему какой-то ролик. Вы созданы, чтобы подчиняться. В конце концов, каждый будет сам за себя. Также мне понравились звуки через наушники. Звучит очень достойно, громко и мягко. Что касается производительности, смартфон имеет двухъядерный процессор от компании Intel. Такой же процессор был у смартфона Lenovo K900. В принципе, с играми справляется довольно-таки легко. Я сделал вам пару скриншотов через синтетические тесты. Это NanoMark 59,9 FPS. И также это Epic Citadel с максимальными настройками 44,2 FPS. И с просто высокими настройками 58 FPS. То есть, по этим данным уже можно сделать вывод, что смартфон с играми справляется довольно-таки достойно. Субтитры делал DimaTorzok Когда я тестировал GPS, у меня никаких проблем не возникло в процессе тестирования. Я тестировал его и через Navitel, и через GPS-тест. Обращаю ваше внимание на то, что данная модель поддерживает спутники GLONASS. Все у меня ловилось, все спутники нормально работали. И смартфон ввел по маршруту, например, через Navitel. Что касается аккумулятора, здесь аккумулятор на 2300 мАч. Я, если честно, со всеми моделями ZTS, с которыми сталкивался, я, в принципе, не видел плохих результатов по аккумулятору. В принципе, эта модель также не подвела. 509 баллов в Undutu Tester. Довольно-таки хороший показатель. Что у меня с тестами реальными, физическими? Что у меня получалось? У меня получилось чуть более 3 часов, 3 часа 10 минут в игре Epic Citadel. И практически 4 часа при воспроизведении видео. Обращаю ваше внимание на то, что график, диаграмма, скажем так, работы аккумулятора, она несколько нестандартная. Как вы можете видеть, аккумулятор разряжается равномерно примерно процентов до 40 или до 30 даже. И после 30 он начинает разряжаться в соотношении с предыдущими часами чуточку быстрее. Это стоит учитывать при использовании этой модели. Я смотрел различные обзоры, смотрел отзывы, такие моменты работы аккумулятора. Но это, скорее всего, софт у всех. По поводу камеры, также хочу сказать несколько слов. Камера здесь 8-мегапиксельная, основная. В принципе, делает она нормальные фотографии, нормальная четкость, нормальная цветопередача. Видео записывается в формате Full HD. Работает у нас вот эта вот кнопочка довольно-таки хорошо и удобно. То есть, можно взять, навести фокус и сделать фотографию. Качество фото у смартфона, я не могу сказать, что просто супер вау, хорошее, но и неплохое. Качество фото довольно-таки среднее. Четкая картинка, все хорошо. Все, в принципе, макросъемка отличная. Автофокус работает отлично и на дальние расстояния. Вот, скажем так, не совсем освещенная комната. И вот вывеска издалека довольно-таки четко снимается. Все эти фотки выложу, видео выложу в соседнем ролике на YouTube. Поэтому клацайте ссылки. В подведении итогов могу сказать следующее. Смартфон ZTE V975 – это очень такая хорошая, добротная модель. Хороший дизайн у смартфона. Хороший, шикарный IPS-экран. Камера довольно-таки средняя. Из минусов однозначно могу сказать. Это прошивка, во-первых. Потому что прошивка, она будет несовместима с несколькими современными играми. То есть, я некоторые игры запускал, некоторые запускаются, некоторые нет. Вот единственный вопрос в этом смартфоне у меня только к прошивке. По всем остальным составляющим эта модель доработана, хорошо сделана, продумана. Очень интересный, нестандартный процессор. Кто поклонник Intel, можно смело покупать эту модель. Вы не будете разочарованы. Ну и еще одним минусом является, конечно, вот эта вот задняя крышка, которая, скажем так, несколько расшатана. На этом все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго.